первое это вдохновение второе это новые люди это люди которые дали мне свой опыт это тренеры которые научили нас новому третье это новые инструменты то чем я смогу пользоваться в своей работе то что позволит мне сделать мою работу интересной для каждого из ее участников мы же учились интерактивным методом мы учились их применить нам не рассказывали о них мы проживали каждый этот метод и что было для меня особенно ценным и по каждому методу рассматривали вопросы модификации как этот метод можно изменить для той или иной ситуации для той или иной аудитории и вообще в принципе вот такой гибкий подход казалось бы классическим инструментом он позволит и в будущем тоже миксовать и изменять в соответствии с конкретной задачей применение новых методов она позволит безусловно в разнообразить процесс тренинга процесс взаимодействия